Слушайте доктора. Да, утро, на самом деле, да, мы пишем программу утром, выходит она у нас в праздничный день 23 февраля в 2 часа, поэтому в первую очередь давайте, наверное, поздравим дорогих мужчин, да, и ваших сотрудников с праздником, с настоящим мужским, правда? Ну, безусловно, конечно. Без мужчин у нас не получилось бы слаженной большой работы, потому что, конечно, мужчины работают ведь и не только в медицине, да, то есть есть и специалисты, так скажем, прочих служб, без которых невозможно функционирование ни одного, ни как лечебного учреждения, ни какой-то взятой отрасли отдельно. Поэтому нашим мужчинам пожелаем оставаться здоровыми, мужественными, очень порядочными и очень-очень оптимистичными, смотрящими в будущее. Замечательно. Захина Николаевна, присоединяйтесь. Я присоединяюсь к поздравлениям. Хочу сказать, что как женщины, руководители крупных лечебных учреждений, мы ощущаем на своих плечах большую ношу, и мы рады, что рядом с нами такие верные, надежные, сильные мужчины. Конечно, в первую очередь им здоровья и благополучия их семьи. Я, в свою очередь, тоже присоединяюсь к поздравлениям, к пожеланиям. И давайте начнем уже непосредственно разговор по нашей с вами теме. И начнем мы, наверное, с краткого экскурса в историю. 90-е годы. Расскажите, пожалуйста, вот вы уже работали в это время. Как тогда функционировала медицина, в частности, в Кировской области? Как вы характеризуете этот период? Ну, знаете, в стране был кризис, и медицинская отрасль, она ведь не исключение. То есть, безусловно, были проблемы, были проблемы и с финансированием учреждений, были недоступны определенные виды исследований. Медицина, наука очень развивающаяся, то есть, постоянно двигающаяся вперед. То есть, появляются новые технологии, которые осваиваются, то есть, и ни один доктор не может стоять на месте. То есть, постоянно идут его совершенствования. И сейчас новая система, вот у нас, так скажем, непрерывного медицинского образования, она введена и она функционирует. Конечно, в 90-е годы и заработные платы не выплачивались, да и уровень их был не настолько высок, даже по отношению к уровню, который сейчас в области существует. То есть, конечно, были определенные проблемы. Материальная и техническая база учреждений оставляла желать лучшего. Потому что, даже если мы будем рассматривать вот с конца 90-х годов, даже за 17 лет, то есть, это огромный скачок в развитии всей отрасли. Сейчас очень много доступно нашему населению, в том числе и высокотехнологичные методики. Есть возможность уехать, получить эту же помощь по полису медицинского страхования в соседние регионы. И к нам приезжают. И к нам приезжают. То есть, такой медицинский туризм, он сейчас достаточно развит. Наши действительно учреждения специализированные помощи, очень крупные, известные, так скажем, в округе, в областях. И действительно, люди к нам приезжают и остаются очень довольны. Ну, а мы, как, так скажем, два самых крупных учреждения здравоохранения, которые оказывают амбулаторную помощь населению, да, и помощь в рамках дневных стационаров. Это, опять же, тоже достаточно такие новинки, наверное, в медицине, да, объединив учреждения, разрозненные маленькие поликлинички, не оборудованные достаточным количеством медицинского оборудования. А теперь мы вот в больших учреждениях позволяем населению сделать практически у нас все обследования, которые они должны выполнить по той или иной нозологической там группе, форме заболевания. То есть помощь населению, она сейчас абсолютно приближена и доступна. То есть необходимо в условиях дневного стационара полностью обследование пройти, вот если мы говорим о детях, да, то есть там с артериальной гипертензией, там с ревматологическим заболеванием, с гастроэнтерологическим заболеванием, эндокринология. То есть, пожалуйста, это все можно сделать, и, в общем-то, надо сказать, что люди очень довольны, что это можно сделать в рамках дневного стационара, не надо ложиться в стационар. Да, конечно. Экономия времени. Экономия времени, то есть ты пришел по записи, в определенное время тебе назначили процедуру, ты прошел, и даже, в общем-то, школьники не отрываются от учебного процесса. Конечно, это безусловный, так скажем, шаг вперед, и это здорово. Ну, и, собственно говоря, наверное, Софья Николаевна расскажет про свое учреждение, но я считаю, что такие вот стационарозамещающие технологии, они и в перспективе будут развиваться. Конечно, конечно. Мария Владимировна, еще вопрос к вам такой. Если не ошибаюсь, в 90-е вы как раз начали свою деятельность в медицинской сфере. Скажите, пожалуйста, с чего все начиналось у вас? Начиналось с доктора женской консультации, вот, первого роддома, вот, и, конечно, очень было много, много работали, много сил было, то есть дежурства были еще круглосуточные, помимо женской консультации. Ну, в среднем 270-280 часов в месяц уходило только на работу. Но это стоило того, то есть набравшись опыта, и, в общем-то, идя дальше, заведование... Тем более в таких трудных условиях. Да, то есть заведование потом было, женская консультация, потом была работа в Министерстве здравоохранения, и вот чуть больше года главный врач детского центра. А наверняка ведь тот опыт, который вы получили в 90-х, только приступая к своей деятельности, вы в таких, на самом деле, отличных, от настоящих условиях, да, это дало, наверное, большую стимул к развитию, правильно? Ну, безусловно. То есть еще раз повторюсь, наверное, врач – это специальность, которая не может останавливаться. То есть нужно постоянно ездить, нужно постоянно учиться, и сейчас вот то, на что мы перешли сейчас, вот на эту непрерывную систему образования, это чрезвычайно важно. Софья Николаевна, где вас застали 90-е в каком статусе? Ну, хочу сказать, что все 90-е годы я оценить не могу как доктор, потому что я приступила к работе в конце 90-х годов, в 98-м году я закончила медицинский, Кировский медицинский институт, и вышла на работу врачом-терапевтом участковым в поликлинику первой городской клинической больницы. Эта поликлиника сейчас входит в состав нашего Кировской клинико-диагностического центра, то есть она мне родная. Я выросла как поликлинический врач в стационаре, я работала очень немного, я тоже брала дежурство, я потом продолжила свою деятельность в должности врача-невролога и заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Ну вот, что я хочу рассказать про начало своей работы? Безусловно, это было такое финансирование по остаточному принципу, которое мы на себе ощущали, там были и задержки заработной платы, поскольку были задержки, соответственно, с нас работу никто не спрашивал так, потому что все понимали, что люди, работая в каких-то ограниченных условиях, они не могут качественно выполнять свою работу. А что значит не спрашивала, извините, что прибивалась? Как вам сказать, вот то, какой контроль качества проводится сейчас нами, он был не на таком уровне, как в те времена, потому что, ну, сами понимаете, люди денег не получают своевременно, и с них требовать по полной программе невозможно. То есть руководство это осознавало? Руководство это осознавало, и в какие-то моменты, ну, не такие были требования. Сейчас совершенно другая ситуация, поскольку мы обеспечиваем определенный уровень заработной платы, она стабильно выплачивается, соответственно, и спрос работников совершенно другой. Что еще? У нас были очереди. У нас были очереди на лабораторные исследования, то есть чтобы прийти, сдать анализ, надо было заранее записаться. На окошке лежал листочек, куда пациент подходил, он записывал свою фамилию. Если вот этих вот клеточек свободных не было на листочке, вы сдать анализ, соответственно, не могли, не могли предположить, когда вы его сдадите. Сейчас, ну, вот давайте уже пойдем, было-стало, вы приходите, и в этот же день можете сдать любое практическое исследование. Конечно, мне кажется, это очевидным уже. Но это уже все привыкли, поэтому немножко подзабыли, как было раньше. Что еще было в 90-е годы? Режим работы, учреждение был другой. И действительно, вот о чем говорила Мария Владимировна, каждая поликлиника, она существовала сама по себе. И каждая больница, она варилась в собственном стаку. То есть, например, если лор-врач уходит в отпуск или на больничный лист, его может, если мы найдем другого доктора, который захочет подработать, то хорошо. Будет обеспечено население медицинской помощью вот к данному врачу-специалисту. Если не найдем, то просто вы ждите, когда закончится вот у него отпуск, когда больничный лист. Сейчас вот нас объединили, да, и клиника диагностические, и детские диагностические. У нас очень много поликлиник. Если не в одной поликлинике, то в другой всегда есть врач-специалист, необходимый специалист. То есть, направить в другую поликлинику? Безусловно. Либо его переместить временно на прием. То есть, у нас возможности, как у руководителей, значительно расширились. И мы и пациентам нашим можем предоставить помощь более своевременно. Ну и штат специалистов, как мы знаем, что тоже гораздо шире стал. И перечень специалистов. Вот опять же, поликлиника была лор, эндокринолог, невролог, офтальмолог, хирург. Обычный набор. Сейчас у нас есть ревматологи, у нас есть пульмонологи, нефролог. Мы учим врача-гематолога. У нас есть врачи-онкологи, чего раньше в поликлиниках не было. Вот первичное звено сейчас укомплектовали практически полностью. Мы врачами-онкологами. То есть, мы приближаем вот эту онкологическую помощь к нашим пациентам. Им не обязательно идти в онкологический диспансер, где вы, как сами понимаете, как чувствует себя человек туда, приходя. То есть, там и дискомфорт психологический. То есть, он приходит в поликлинику, мы полностью его обследуем. И уже при необходимости направляем его к врачам-специалистам. Насколько я понимаю, значительно сокращает время принятия решения по состоянию пациента. Когда у него есть вероятность диагностирования данного заболевания, сразу же врач-онколог подключается. И это гораздо быстрее происходит. То есть, к лечению можно приступить гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Гораздо быстрее можно поставить диагноз. Ну и вот о чём тоже все сейчас забывают, что вот за этот период, за прошедший, значительно увеличились у нас диагностические возможности. Приобрели учреждения ультразвуковые аппараты в большем количестве, чем раньше. Вот в нашем учреждении есть компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф. Никогда ни в одной поликлинике, вот раньше уже в 90-е годы, стационары их устанавливали, эти аппараты, но про поликлиники даже речи не было. У нас есть холтеровское мониторирование, у нас есть смады, у нас есть возможности проведения эхокардиоскопии, эндоскопических исследований. У нас есть даже дневной стационар, где врач-хирург делает операции, грыжа сечения. То есть мы экономим деньги, экономим время, пациент не лежит в стационаре, он приходит к нам на один день, после операции, после наблюдения мы его выписываем домой. То есть опять же делаем всё возможное, чтобы укоротить период пребывания в стационаре, и чтобы пациенту было более комфортно. У пациента экономится время, мне кажется, это очень важно, что сейчас же каждый понимает, что время – это деньги, нужно работать, зарабатывать, и вряд ли у кого-то есть прямая возможность так на неделю отключиться от работы. Полностью выключиться, да. Мне кажется, это сейчас в современном ритме жизни невозможно. И вот такая возможность к дневной стационару, конечно же, во многом упрощает жизнь. Ну вот о чём ещё не сказала. Стали работать все с 7 часов. То есть для работающего населения, то есть чётко у всех подразделений наших единый режим работы с 7 утра до 8 вечера. Пожалуйста, приходите для сдачи лабораторных исследований утром в 7 утра работающие, большинство работают с 8 вечером, во вторую смену к врачам-специалистам. То есть опять же мы делаем всё для того, чтобы увеличить доступность помощи нашим гражданам. И вообще хочу сказать, что в общем и целом вот за этот период, если вот коротко, медицина наша стала более клиентоориентированная, как говорят об этом частные медицинские центры. То есть мы идём по тому пути, чтобы сделать всё максимально удобным и доступным для наших пациентов. Может быть, у нас ещё не всё получилось, не везде всё идеально доступно, но во многих вещах мы продвинулись. Для этого мы и развиваемся, собственно говоря. Для этого мы, собственно, и в проект «Бережливая поликлиника» вступили, для того чтобы оценить не только ту работу, которую мы выполняем внутри поликлиник, но и услышать мнение наших граждан. У нас во всех поликлиниках, так же, как и во взрослом центре, висят листы предложений и проблем, где каждый посетитель поликлиники может оставить свой отзыв, что ему, например, не нравится или что бы ему хотелось изменить. То есть когда мы только в проект вступали, вот не поверите, на форматах А1 нам просто вот писали, писали и писали. И вы знаете, мы учли каждое мнение каждого человека. А поясните, пожалуйста, куда дальше идёт это обращение? Это обращение перерабатывается рабочей группой, которая есть при каждой поликлинике. Она перерабатывается, ну, лично мной, как руководителем учреждения. А рабочая группа состоит из руководителей учреждения, сотрудников? Рабочая группа состоит из работающих в поликлинике. То есть это не обязательно администрация поликлиники. То есть это и простые врачи, и простые медсёстры, которые имеют право тоже высказать своё мнение для того, чтобы улучшить, так скажем, работу поликлиники. И ведь, собственно, направления, которые мы выбирали для реализации проекта, они были как раз обусловлены вот тем набором требований или изменения, которые прежде всего писали и наши сотрудники, и наши посетители. Поэтому, наверное, и проект получился очень удачным. То есть и по этому пути мы идём дальше. То есть и сейчас где-то берём уже какие-то более узкие проблемы, их тоже отрабатываем в таком же режиме. И, конечно, к нам приезжает очень много регионов. Вот уже, наверное, порядка 15 команд Софьи Николаевны у нас были. Вчера был Екатеринбург. Они посмотрели. Ну вот про детскую поликлинику вообще сказали, что это как в частном медицинском центре, даже близко таких поликлиник нигде никогда не видели. Разно такое слышится. Ну это приятно, безусловно, потому что, понимаете, что вот создав такие условия и для посетителей, а ещё и для работающих в наших поликлиниках, то есть врачи, медицинские сёстры, фельдшера, врачи-лаборанты, то есть, конечно, это позволило нам в прошлом году хорошо укомплектоваться. То есть, конечно, и молодёжь заинтересована прийти работать в такие условия, когда у тебя прекрасно чистый оборудованный кабинет, когда у тебя есть возможность доступа к компьютерной программе, как у врача, так и у медицинской сестры, когда есть всё необходимое оборудование для того, чтобы провести осмотр ребёнка, назначить ему необходимое лечение либо обследование, когда есть возможность, прямо не выходя из кабинета, сразу же получить электронное направление и на анализ, и на любую манипуляцию, и на любое исследование, и на рентген-диагностику. То есть, всё, в общем-то, никуда бегать-то теперь не надо. То есть, всё в одном кабинете пришёл к врачу, все вопросы свои решил. Конечно, это чрезвычайно важно. Я считаю, что это просто вот, ну, даже такой, скажем, прорыв, что ли, потому что раньше же никто мнение народа не спрашивал. А сейчас мы совершенно открыты, то есть, ещё раз говорю, что в каждой поликлинике можно оставить, вот, пришёл, ну, что-то, вдруг что-то ещё хотелось бы поменять, да, или вот какие-то моменты изменить, и действительно мы с удовольствием смотрим и берём, так скажем, в разработку именно вот такие оставленные отзывы. И бережливые поликлиники, я-то помню, что это, на самом деле, большое очень достижение Кировской области, пилотного проекта, которые ценили уже на федеральном уровне, да, Софья Николаевна? Да, значит, хочу сказать, что этот проект был под руководством Минздрава Российской Федерации, и мы им очень благодарны за помощь. И Татьяна Владимировна Яковлева, и Вероника Игоревна Скворцова, они приезжали к нам, они смотрели у нас поликлинику на Циолковского, 18, а потом туда же приезжал Владимир Владимирович Путин. Он достаточно высоко оценил нашу работу. Ну, представьте, вот для руководителя, для президента огромной страны, он где только не был, на каких только предприятиях. Вот нам очень дорого его внимание к нашей вот небольшой, такой вот обычной, самой обыкновенной поликлинике, и нам очень дорого то, что он оценил нашу работу, оценил то, что мы сделали, в чём мы продвинулись, как мы организовали всё это. Замечательно получить признание, действительно, за сложную работу, которая была проделана. Вы уже не раз вспоминали о молодых специалистах, о ребятах, которые приходят, заинтересованные ребята, которые приходят на работу в ваше учреждение. Если не ошибаюсь, Мария Владимировна, у вас 700 человек, да, вы говорили, в штате. У Софьи Николаевны 1300. Что это за специалисты? Как сейчас куются кадры здравоохранения? Что вы в них вкладываете, расскажите, пожалуйста. Кадры куются у нас в медицинском университете, чтобы врач получил диплом. То есть все ребята кировские. Правильно? Да, кировские ребята. Некоторые, правда, заканчивали не кировский университет, то есть есть дети, которые приехали к нам из Нижнего Новгорода, из Санкт-Петербурга вернулись, получив там образование. Кузница кадров всегда будет в медицинской академии, либо в медицинский университет. Система образования немножечко поменялась. Чтобы получить сейчас готового специалиста, нужно ждать 6 лет. Через 6 лет выпускаются врачи первичного звена, которые могут работать участковыми врачами. Далее они имеют право на поступление в ординатуру по более узкой специальности. Ординатура сейчас двухгодичная, практически годовых, так скажем, ординатур не осталось. Оперирующие доктора учатся еще дольше, то есть 3 года. То есть, соответственно, вот была основная задача, наверное, руководства страны, да, укомплектовать именно первичное звено, то есть то, куда пациент обращается первично за первичной медицинской помощью. То есть, ну и эта программа, конечно, совершенно удалась, потому что вот к нам в центр пришло 24 врача в этом году. То есть у нас практически сейчас нет пустых участков. И в этом году есть уже цельвики, приходят уже со знанием дела. Да, я хочу работать только в вашем центре. То есть это очень отрадно слышать. То есть люди понимают, что здесь они могут полностью реализовать свою и карьеру, и свои знания. Поэтому за каждым молодым специалистом обязательно есть наставник, который контролирует их работу, который обязательно помогает им в принятии решения, в постановке где-то сложного диагноза. То есть, безусловно, молодые кадры у нас сами по себе не работают. То есть мы их в обязательном порядке контролируем. Причём идёт тройной уровень контроля качества. То есть это и заведующие педиатрическими отделениями, заведующая поликлиника, заместители главного врача. И непосредственно я тоже смотрю их медицинскую документацию. То есть для того, чтобы, ну, в общем-то, прежде всего оценить уровень знаний, где-то что-то, где-то направить на дополнительное обучение. Потому что у нас это тоже есть. То есть мы сейчас активно пользуемся вебинарами, семинарами, медицинскими совещаниями, обществами, ассоциацией медицинских работников. То есть активно внедряем в нашу практику клинические протоколы федерального уровня. То есть чтобы у нас, в общем-то, ну, так скажем, выполняли стандарты оказания медицинской помощи. А правильно я понимаю, что те 6 лет, что студенты учатся в академии, они уже тогда, обучаясь, попадают в зону вашего внимания? То есть вы уже понимаете, кто? Конечно, они приходят к нам на практику, они у нас работают. Бывает, что у кого кто-то нам понравился, да, ко мне вот приходят заведующие, они говорят, мы хотим, чтобы вот этот доктор работал у нас, мы заключаем договора с такими врачами, они приходят к нам на работу. То есть они уже обучаются с прицелом на конкретную работу? В каждом лечебном учреждении города есть клиническая база. То есть на этой клинической базе обязательно практику проходят все студенты медицинского университета и те, которые действительно показывают себя с лучшей стороны и изъявляют желание работать за тем в нашем учреждении. Да, целевые договора мы с ними заключаем. Софья Николаевна, как Вы оцените уровень знаний, навыков нынешних выпускников, если будем сравнивать с предыдущими временными промежутками? Ну, я думаю, что уровень знаний неплохой, потому что сейчас ведь существует еще и симуляционное обучение. В нашем медуниверситете есть великолепный симуляционный центр, где студенты могут на этих фантомах отработать все навыки. Если мы это делали на пациентах, то теперь у студентов такая вот есть замечательная дополнительная возможность, чтобы… Тренироваться дополнительно. Да, и пациент не пугался, что вот к нему подходит неопытный новичок. В наше учреждение в прошлом году пришли 25 докторов, они стали врачами-терапевтами, они сели на первичный прием. Это позволило нам решить кадровую проблему очень неплохо и позволило уже врачей участковых, которые работали до этого, направить на переподготовку. То есть благодаря этому мы получили врачей-специалистов, врача-ревматолога, врачей-онкологов, врача-гематолога и укрепить нашу службу и сделать более широкими возможностями диагностики. Нисколько не сомневаюсь, что студенты приходят действительно надежные, уверенные в себе и очень хочу пожелать им всем больших достижений. А давайте теперь поговорим, на самом деле, тоже об этом уже упоминали в сегодняшней программе, об увеличении финансирования, заслуженного увеличения, которого все, на самом деле, очень ждали. Мы понимаем, что система здравоохранения – это одна из важнейших вех в жизни людей. Без этого совершенно никак, особенно когда мы говорим о каком-то здоровом долголетии, говорим о продлении жизни людей, о качественной, хорошей жизни людей. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о средствах, поступающих, вот в частности, в ваше учреждение, я не думаю, что цифры мы можем не называть, на что они расходуются и что в планах, какие финансовые притоки и на что они будут, в свою очередь, расходоваться. Финансирование у нас одноканальное, это вне бюджет, это средства обязательного медицинского страхования, собственно говоря. Тратятся они на заработную плату всех работающих в системе здравоохранения, они тратятся на жизнеобеспечение каждого лечебного учреждения, то есть сюда и заложены коммунальные расходы, соответственно, и содержание имущества, и работа всех вспомогательных служб, безусловно, то есть и это обновление материально-технического оснащения, это проведение ремонтов, это даже аренда некоторых помещений под медицинские цели, то есть структура тарифа обязательного медицинского страхования фактически помогает содержать учреждения. А что касается оборудования? Других средств у нас нет, то есть закупать самостоятельное оборудование мы можем только до 100 тысяч. Если оборудование идет выше по стоимости, мы можем либо заключать договор аренды на данное оборудование, либо такое оборудование нам приобретает Министерство здравоохранения Кировской области. В какой случае лучше, как Вы относитесь к этому? То есть то Министерство закупает и полностью тогда аппарат находится на Вашем обеспечении, то есть Вы контролируете? В принципе, то и другое вполне возможно в современных условиях. То есть, ну да, с точки зрения закупки оборудования, конечно, тяжелую технику покупает Министерство, потому что это оборудование, которое рассчитано на года использования, безусловно, оно сертифицированное, оно обязательно с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, то есть и сами мы покупаем точно такое же оборудование с арендой, но, безусловно, есть определенные моменты, но сейчас в договорах это все оговаривается. Какое, например, оборудование Вы в аренду берете? В аренду у нас был взят ультразвуковой сканер, например. То есть мы его берем, выплачиваем за него определенно равными количествами. Но и арендодатель, в свою очередь, заботится о том, чтобы этот сканер работал. Конечно, этот сканер работал, да. У Вас как ситуация с этим? Ну, у нас ситуация точно такая же. Мы существуем все в одинаковых условиях. Ну, что хочу сказать. Мы в этом году планируем приобрести... Ну, у нас немножко другая ситуация. Все-таки детство, они платных услуг не оказывают. У нас есть стоматологическая поликлиника, где есть отделение платных услуг. Вот за счет этих вот платных денег мы имеем возможность приобрести какое-то оборудование. В этом году нам очень бы хотелось приобрести видеоэндоскоп, то есть усовершенствовать, оснастить нашу эндоскопическую службу, потому что это более точный метод исследования, который позволит нам выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Мы планировали приобрести ультразвуковой аппарат. И вот как мечта наша, ну, такая вот пока не очень осуществимое приобретение лапароскопической стойки, чтобы развивать амбулаторную хирургию. То есть вот, например, проводить лапароскопическую холецистектомию. То есть это небольшой разрез, и через него извлекается желчный пузырь, проще говоря. То есть вот в тех же амбулаторных условиях, в условиях дневного хирургического стационара у нас заведующий очень рвётся, очень мечтает. Вот если такое было бы возможно в ближайшие годы, мы были бы очень рады. Подождите, если я понимаю, за один день, то есть как бы утром операции происходят, мочевой пузырь извлекают. Не мочевой пузырь, желчный пузырь, да. Отверстие небольшое, то есть там рана операционная небольшая. Значит, всё это ушивают, пациент под наблюдением, и к вечеру он оказывается дома, и потом приходит к нам на какие-то контрольные перевязки. То есть всё это возможно делать амбулаторно, то есть не только необходимое оборудование, которое мы планируем, пока у нас средств нет, но, может быть, мы заработаем. Вот мы с вами переходим, наверное, к самому интересному вопросу. Это современное оснащение центров, это новые технологии, которые используются. И, конечно, в первую очередь давайте вспоминем о том, что, как уже мы сказали, Киров сейчас становится потихонечку одним из центров медицинского туризма. Так что сюда приезжают, в наше ведущее учреждение приезжают жители других регионов для того, чтобы пройти здесь медицинское обследование. И я слышала о том, что в 2018 году, если не ошибаюсь, 13 тысяч жителей других регионов планируется, что они посетят именно наше учреждение здравоохранения. А в 2017 году 10 тысяч 800 жителей посетило. Скажите, какая выгода Кировской области и медучреждения от такого притока медицинских туристов, будем так говорить? За пациентом идут денежные средства. То есть если мы работаем как амбулаторные учреждения в рамках подушевого финансирования, то есть за прикрепленное население мы из ВОНД обязательного медицинского страхования получаем определенный, так скажем, бонус денежных средств. То если к нам приезжает гражданин из соседнего региона, соответственно, из соседнего региона средства перетекает в сторону Кировской области и, соответственно, учреждения, которые заработали таким способом больше средств, они имеют возможность, опять же, потратить эти средства на оснащение, на улучшение материально-технического состояния учреждения, ну и на зарплату, безусловно, врачей, медицинских сестер, санитарок, которые, в общем-то, работают в данных учреждениях. Но здесь нужно понимать, конечно, что, безусловно, это специализированные учреждения Кировской области, то есть это областная клиническая больница с прекрасным сосудистым центром, отделением нейрохирургии, кардиохирургии. Это центр травматологии ортопедии с протезированием суставов, то есть они очень много занимаются и операциями на позвоночнике, то есть, опять же, отделение нейрохирургическое. Это перинатальный центр, потому что отделение вспомогательных репродуктивных технологий и прекрасной эффективности их, которую они дают на сегодняшний день по Российской Федерации, то есть тоже привлекает сюда женщин для получения данной медицинской услуги. Это онкологический диспансер, который тоже имеет возможности оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Которые еще развиваются и развиваются. Конечно. Много чем на садевает. Безусловно. То есть развивается учреждение любое, потому что без развития медицинское учреждение погибнет. Оно должно соответствовать всем тем нормативным документам, федеральным законам, которые на сегодняшний день действуют на территории Российской Федерации. И соответствовать и оснащению, и порядку, которые разработаны Министерством здравоохранения Российской Федерации. То есть у нас все учреждения имеют медицинскую лицензию. Медицинская лицензия выдается только в том случае, если по данному профилю учреждение полностью оснащено и соответствует. Ну и то, что мы называем новые технологии, такое очень интересное и захватывающее понятие, потому что каждый раз эти новые технологии, наверное, каждый месяц обновляются. Насколько ваши учреждения здесь идут в ногу со временем? Софья, главная, вы уже упомянули о тех аппаратах, которые планируете, мечтаете приобрести. Что касается оснащения настоящего, что здесь вы выделите особенно, что является вашей гордостью, инновациями? Ну, безусловно, мы уже рассказывали о том, что вот есть компьютерные томографы. Пожалуйста, это новое в поликлинике. Кроме того, в детстве мы используем проведение компьютерной томографии с анестезиологическим пособием, когда необходимо, чтобы ребенок лежал достаточно длительное время в обездвиженном порядке. Это детская эндоскопия, которая у нас проводится тоже с применением анестезии. Анестезия очень качественная, соответствующая всем современным требованиям. То есть это всего лишь масочный наркоз без последствий для детского организма. То есть ребенок подышал у стул, ему провели все необходимые исследования. Это неинвазивные методы или малоинвазивные методы исследования, такие как аэротесты в гастроэнтерологической практике. То есть у нас прекрасное, я считаю, эндоскопическое отделение. Цистоскопии, риноскопии, фиброгастроскопии, колоноскопии, ректороманоскопии. Все выполняется в амбулаторных условиях с обезболиванием. В общем-то, конечно, это очень высокий уровень, безусловно. Вся функциональная диагностика в нашем центре имеется. Плюс каждая поликлиника имеет свои ультразвуковые сканеры, своих специалистов. То есть проводить консилиум, решать какие-то сложные задачи мы имеем возможности уже сейчас. Конечно, безусловно, база оборудования, она всегда развивается. И нельзя сказать, что вот в этом году появилось столько-то новых методик. То есть методика медицинская, она отрабатывается годами. То есть она должна пройти клиническую апробацию, метод каждый проходит. И уже потом принимается решение, действительно ли это эффективно. Мы много делаем исследованием детям с помощью рентген-установок. То есть у нас цифровые рентген-аппараты есть, и возможность исследовать и кишечник, и лёгкие. То есть, безусловно, как бы это всё применяется у нас. Ну и Софья Николаевна уже сказала, что у них прекрасное амбулаторное эндоскопическое тоже отделение. Ну, в принципе, хочу подтвердить слова Марии Владимировны, что новые технологии, они не вводятся ежемесячно. Они должны быть выверены, они должны быть проверены, должны быть качественными. Ну, чем мы гордимся? У нас компьютерный томограф, магниторезонансный томограф, которые работают в часы работы поликлиники. То есть с 8 утра до 20 вечера аппараты полностью загружены. Они не простаивают. Доктора очень у нас грамотные, очень инициативные, поэтому они постоянно обучаются, они используют методики новые. И вот в последнее время в рентгенологическом отделении они освоили новую методику проведения МРТ костей с контрастированием. Ранее, например, они этим не пользовались. Делали даже МРТ плода ребёночку, значит, головного мозга с целью исключения пороков развития. То есть мы постоянно совершенствуемся, постоянно ищем какие-то новые механизмы и изучаем новые методики. У нас в каждой поликлинике имеются ультразвуковые аппараты. У нас есть электронейромиография, эндоскопическая служба, которую, конечно, хотелось бы укрепить в соответствии с современными требованиями. Там есть такая необходимость укрепить вот эту диагностическую базу. В каждой поликлинике, практически в каждой у нас есть рентгенологическое оборудование. У нас есть маммографы, что очень важно для диагностики онкологических заболеваний, молочных желёз. У нас есть цифровые флюорографы, которые обеспечивают более точную диагностику. Кстати, вот они были поставлены в поликлинике в период национального проекта «Модернизация здравоохранения». Вот тогда началось, вот это вот где-то середина нулевых годов, тогда началось укрепление вот этой вот диагностической базы. И вот занялись поликлиниками, обратили внимание на поликлиники, потому что действительно диагностика вся должна начинаться с поликлиник. А не так, как было раньше, что пациент сидит дома, эти болячки пестуют, и им никто не занимается. Приходит врач-терапевт, поскольку у него возможности ограничены. То есть и получаем мы в стационаре запущенное заболевание, уже врачи стационара обследуют и ставят какой-то диагноз, на который мы воздействовать не можем, и помочь пациенту уже практически не можем, потому что запустили это на амбулаторном этапе. То есть картина всё равно меняется. За счёт того, что у нас возможностей больше, мы своевременно можем больше увидеть и помочь человеку. Мы очень рады, в свою очередь, это слышать, что медицина в Кировской области как развивалась, так и будет развиваться семейными шагами. Новых вам пилотных проектов хочу пожелать развития, увеличения финансирования благодарных клиентов у пациентов, пациентов благодарных. Вот на этом вынуждены мы заканчивать сегодняшнюю программу «Слушайте доктора». В гостях у нас была главный врач детского клинического консультативно-диагностического центра Мария Савинова и заместитель главного врача по медицинской части Кировского клиника-диагностического центра Софья Войтком. Спасибо вам большое. Приходите ещё с новыми рассказами интересными. Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.